Эстония Немаловажно и то, что Тарковского связывали тесные творческие отношения со студией Таллинфильм. Именно по заказу Таллинфильма был даже написан сценарий Гафмуниана. Тарковский был художественным руководителем дипломной работы выпускников в ГИКа из Эстонии, которые стали теперь классиками эстонского кино. А 36 лет назад в спектакле «Милый вжец», который игрался в Таллинской ратуши, Андрей Тарковский выступил в роли театрального режиссера-постановщика. Но фанаты кино наверняка помнят, какой ажиотаж творился в зале русского театра, когда чуть ли не за полночь здесь состоялась единственная в Советском Союзе большая премьера фильма «Зеркало». Мы решили повторить этот проект и несколько расширить, поскольку помимо выставки Андрея Тарковского «Запечатленное время» показывается еще аудиовизуальная программа Андрея Тарковского, составленная из фрагментов его фильмов. Потому что мы не в силах показать все фильмы Тарковского, хотя «Сталкер» и «Солярис» все-таки будем показывать. Мы хотим дать какую-то такую общую панораму его творчества и в проекте участвуют люди из разных стран. Например, «Дом Марины», литовский фильм, будет представлять литовский режиссер Дали Руст. Евгений Цымбал покажет свой фильм «Сны Сталкера». Сама Желла Аграновская вместе со своим постоянным соавтором Николаем Шарубиным выпустила фильм о великом режиссере, премьера которого в эти минуты завершается в главном зале Русского театра. «Фильм «Тарковские пустысловия» — это второй фильм, посвященный Андрею Тарковскому. В прошлом назывался «Тарковское пересечение» и в основном акцентировался на картине «Жертвоприношение», снятой в Швеции. Этот фильм, в этом фильме сделал акцент на фильм «Ностальгия», который снимался в Тоскане, в частности в туристическом маленьком таком городке, я даже не знаю, городке, деревушке Банью Виньони. И я считаю, что благодаря именно фильму «Ностальгия» сегодня Банью Виньони знают во всем мире. Вообще-то, «Дни Тарковского» собирались проводить только один раз в честь его 80-летия, но в прошлом году они прошли настолько удачно, что решено было сделать их уже традиционными. Так что, очевидно, это событие и в будущем году привлечет в Эстонию немало поклонников творчества великого режиссера. Александр Сахаров, Ихапрес, Первый Балтийский канал.